А что еще здесь привычек? Мужчины. Вот вы моим коллегам с телеканала Доверие рассказывали о мужчинах, очень интересную привели квалификацию мужчин. Я шутила, да. Нет, ну это понятно, что это шутка, юмор. Значит, что мужчины это категория есть. Свиньи, козлы, коты и собаки. Да. Вот свиньи, козлы и собаки это достаточно, ну как бы традиционно. Нет, собака это пес, товарищ друг. Нет, ну это понятно. Свинья сами знаете кто. Ну понятно. А козлищ-то, ну понятно. Ну да. Нет, просто у Pink Floyd был такой альбом Animals, там тоже всех вот двуногих квалифицировали так. А вот коты это такая вот нечто. А коты это приятное. Ну вы же кот, это же сразу видно, конечно. Видно, да? А как вы вообще определяете? Видите, круглая оправа, серая. Так, хорошо, здесь были бы другие очки тоже. Нет, не знаю, серая, эта самая штучка, бубочка. Другая оправа, другой прикид, и я стою с другим животным. Да, в положении расслабленное, да? Я тоже так сяду. У меня тут забрызганы штаны. А у меня просто ведь насчет котов, я обычно провожу эфир с кошками. У нас есть приют. Это, вы знаете, выглядит, как будто у меня нет одной ноги. Мне все время говорят, что я как цапля, но просто это такая мебель, что вот иначе... Я могу еще сидеть вот так вот, но... Ну, не мучайтесь. Если вас напрягает кошачья поза. Я обычно с кошками веду эфир, потому что нам приводят из приюта. Я там Менчишкову пытался спарить, шведкой взял к себе в театр. Ну, или кто-нибудь из зрителей берет. А мне сказали, Голубкина не любит котов, любит только лошадей, поэтому ты даже, в общем, и не приноси животное. Знаете, у меня есть кошка, и я хотела бы вам ее впарить, потому что это гадина. Мы можем пристроить. Мне точно не надо, но пристроить можем ее. Ну, давайте подумаем, потому что мой сын еще пока сказал, давай ей дадим еще испытательному сроку одну неделю. А дочь что сказала? А дочь ей все равно. А, она не принимает, да? Она не к животным вообще так спокойно относится. Хорошо, у вас же сын, он же маленький мужчина. Да. Он тоже кот или кто он? Он человек. Как? То есть он, он, хорошо, с сыном понятно. Он же еще не превратился в детку. Хорошо. Там посмотрим. Андрей Миронов каким был животным? Думаю, что кот, конечно. Влюбленности, как сорванные цветы. Они также украшают жизнь. И так же быстро гибнут. Ну, если серьезно, а Иван Ахлобыстин? Ну, это такой дикий кот. Такой драный, грязный, сумасшедший дикий кот. Не козел? Нет. Нет, да. Мадам, я вам чрезвычайно симпатизирую. Пойдемте вместе со мной по жизни. А скажите, вот... Ну, потенциально каждый из этих котов... Мы все потенциально козлы, да. Каждый из этих котов может стать человеком. А, вот так, да? Шансы есть. Не в этой жизни. Будем надеяться, что в этой, потому что потом будет поздно. Что для этого надо? Жениться официальным браком? Нет, просто... Причем здесь жениться? Какая связь? Я не знаю. Нет, я такой, я пытаюсь вычислить. Нет, вот Ахлобыстин женат официальным браком. Ну, нет, Ахлобыстин... У него, кстати, столько детей, что он действительно кот. У него там целый паникот. Ну, так, и Оксанка сказала, когда-то мы шли в Израиль, там очень много кошек, и сидела такая кошка, кормящая. У нее были присосавшиеся котята. Она там сидела, и худая такая, глаза выпученные. Дети побежали ловить эту кошку. Оксанка сказала, стойте, не рвите материнское сердце. Здорово, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Сетчетыре. Сетчетыре.